Эту кинохронику сорокалетней давности, пожалуй, видели все. Страна встречает своих сынов, воинов-победителей. Время, запечатленное в этих кадрах, отодвигаясь в прошлое, открывается все новыми гранями своего величия и глубины. Вглядитесь в лица этих людей. Сколько переживаний, ощущения жизни и победы над смертью, долгие годы разлуки и этот пронзительный миг встречи с родной землей. Все то, что не выразить и не высказать. И все же во имя справедливости и будущей жизни должно быть выражено и высказано. На фронтах Великой Отечественной войны воевал каждый шестой житель республики. На новой городской площади, названной площадью сорокалетия Победы, состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориального комплекса Победы. В художественной композиции мемориала, по словам Чингиза Айтматова, вечное прошлое соприкасается с живым настоящим, образуя мост духовной преемственности поколений. Говорит народный поэт Киргизии Темиркул Умиталиев. Миллионы наших людей принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них были и писатели-киргизстанцы. Я воевал на фронтах Великой Отечественной с первых дней. В эту лихую годину весь наш народ взялся за оружие и встал на защиту Родины. Мы, писатели, в своих стихотворениях, поэмах, очерках славили советского человека. С того памятного майского дня, Дня Победы, прошло 40 лет. Сегодня люди наши живут мирной жизнью. Многие из них родились уже после войны. И мы, фронтовики, желаем им мира, чистого неба над головой. Пусть народы мира не знают войн. При Союзе писателей Киргизии создан и действует Совет ветеранов войны, куда входят те писатели республики, кто в годы войны с оружием в руках защищал нашу Родину. Это люди искусства, и они же солдаты самой тяжелой, самой кровопролитной войны. Все меньше и меньше остается этих людей. 40-летие Великой Победы выпало встретить не всем. Уже после войны ушли из жизни талантливые мастера киргизской советской литературы, фронтовики Узагбай Абдукаимов, Самансур Боликбаев, Вениамин Горячих, Василий Поршков, Дженбай Самоганов, Сергей Фиксин, Райкан Шукурбеков, Николай Чекменев, Косымбек Эшмамбетов, Усенкул Джумабаев. Состояние здоровья не позволило присутствовать на съемках этого фильма Николая Удалову. Затягиваются раны войны, зарастают травой окопы и траншеи. Но на свете существует письменность, книга, культура. Опыт войны — это трудный, тяжелый опыт, который живет в сердце каждого человека, который или участвовал в ней, или же через судьбу которого война прошла, через судьбы... Евгений Кузьмич Озмитль, доктор филологических наук, профессор, автор более десятка книг, посвященных исследованию киргизской литературы. В звании рядового, затем сержанта, Евгений Кузьмич Озмитль прошел по дорогам войны, освобождая Польшу, Чехословакию. Один из киргизских писателей-фронтовиков — Бекпо Орзалиев, талантливый прозаик, участник боев под Сталинградом и на Курской дуге, политработник гвардейского стрелкового полка. После окончания авиационного училища он служил в дивизии истребителей 1-й воздушной армии. Хранить память о прошлом, передавать поколениям опыт человеческой истории, запечатлевать его образными средствами художника, будь он поэтом, романистом, драматургом. В этом долг писательского призвания и высочайшая обязанность литературы. На фронтах Великой Отечественной войны находилось около 30 писателей Киргизии. Не всем из них суждено было вернуться обратно. Юсуп Трусбеков, Мукай Элебаев, Джума Джемгерчиев, Якшен Ашубаев, Кусеин Эсенхуджоев отдали свои жизни за свободу Родины. Они сражались с фашизмом не только пером, но и штыком. Среди киргизских писателей-фронтовиков есть и ветераны прославленной Панфиловской дивизии. Сорунбай Джесуев, народный поэт Киргизии, бывший связист гвардейской дивизии генерала Панфилова. Его первые стихи, посвященные теме войны, были опубликованы в 1943 году. Толен Шамшиев, поэт, драматург, прозаик, бывший политработник Панфиловской дивизии. Его перу принадлежит поэма «Слово о панфиловцах», значительное поэтическое произведение, воспевающее ратный подвиг легендарной дивизии. Сюинбай Эралиев, народный поэт Киргизии, фронтовик, автор перевода на киргизский язык поэмы Твардовского, Василий Теркин. Акенбек Куручбеков, поэт, автор восьми сборников стихотворений и поэм, бывший командир отделения. В ожесточенных боях под городом Ржевом Куручбеков был тяжело ранен, лишился ноги. Талантбек Байгобылов, поэт, прозаик, во время войны был командиром взвода, под Сталинградом был трижды ранен. Свои первые стихи прислал с фронта в 1942 году. Известность ему принес послевоенный роман «Мы вместе». Славные боевые традиции фронтовиков помогают воспитывать новые поколения защитников Родины. Абдулхай Аудашев, переводчик на русский язык героического эпоса «Маназ». В годы войны он служил ветврачом в частях 2-й ударной армии, а ныне является доктором ветеринарных наук, профессором, заслуженным ветврачом республики. Якуб Хавазов, участник боев за оборону Москвы, за освобождение Восточной Пруссии. Известный дунганский прозаик и переводчик, автор перевода на дунганский язык сборника биографических рассказов о Владимире Ильиче Ленине. Туменбай Байзаков Туменбай Байзаков Поэт, литературовед, переводчик, автор известной поэмы «Паризак». Он является председателем Совета ветеранов войны при Союзе писателей Киргизии. В повседневной боевой учебе, на боевом посту, в дальнем походе закаливаются лучшие качества советского воина. Преданность социалистическому отечеству, смелость, мужество, воля к победе. Ветераны – частые гости у воинов советской армии. В кругу друзей есть о чем вспомнить Онджобайо Розбаеву, известному киргизскому прозаику и переводчику. Его перу принадлежит перевод на киргизский язык, повести о настоящем человеке Бориса Полевого и романа Островского «Как закалялась сталь». Осенью 1941 года, тяжело раненый в бою у поселка Великая Богачка Полтавской области, он был спасен местными жителями, а ныне является почетным гражданином этого поселка. Ясыр Шиваза – народный поэт Киргизии, основоположник дунганского письменного литературного языка. В военное время – переводчик главного политического управления советской армии. Его первый сборник стихотворений «Утренняя звезда», вышедший в 1931 году, является первой печатной книгой в истории дунганского народа. Орли Арбуду – участник боев за оборону Ленинграда, он вместе с жителями этого героического города пережил все трудности 900-дневной блокады. В настоящее время, являясь видным представителем дунганской прозы, он в своем творчестве уделяет большое внимание историко-революционной теме. Федор Самохин – бывший разведчик партизанского отряда «Смерть фашизму», а ныне известный прозаик Киргизии, автор повести о герое Советского Союза Чолпанбая Тюльбердееве. В суровые годы войны трудящиеся республики обратились с письмом к воинам-киргызстанцам. В нем говорилось «Помни, сын Киргизии, отвоеванные тобой города Волги и Кавказа, города центральной России, сохранят в долинах Иссыкуля, Сонкуля, Ксая, Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь твоих стариков-родителей, жизнь твоих нежно любимых детей». И в годы войны, и после войны писатели Киргизии сумели создать достойные художественные произведения, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Семеркул Умиталиев. Один из крупнейших мастеров советской многонациональной литературы, народный поэт Киргизии, лауреат государственной премии имени Токтагула, автор более 40 сборников стихотворений и поэм. В годы войны он был минометчиком, командиром взвода, политруком роты, участвовал в обороне Кавказа, прошел с боями до Австрии. Находясь на фронте, он создает много стихотворений большой эмоциональной силы. Они вошли в поэтический сборник «Стихи о свободе», вышедший в 1943 году. Большое количество произведений киргизских писателей посвящено теме труда, людям труда. Думы о родной земле в этих произведениях сливаются воедино с темой социалистической родины. Санжи Эгиналиев, поэт, прозаик, один из лучших переводчиков с русского на киргизский язык. Воевал в составе механизированной бригады 2-го Украинского фронта. Литературная деятельность писателей-ветеранов войны помогает нам осознать всю меру страданий, боли и утрат, которую вынесло старшее поколение в годы войны. На съезде писателей Киргизии выступает Азиз Салиев, член-корреспондент Академии наук Киргизской ССР, автор более ста научных работ по философии, психологии, литературной критике, публицистике. Добровольцем он ушел на фронт, командовал взводом в частях 110-й гвардейской дивизии, освобождал Венгрию. Культура всегда и везде творит жизнь. Мамад Джакипов Драматург, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, много сделавший для становления в нашей республике Киргизского народного театра. Свой первый бой он принял на Кавказе, у реки Терек. Был автоматчиком, пулеметчиком, минометчиком. Закончил войну в Австрии после взятия Вены. У советской молодежи есть все возможности для того, чтобы проявить себя в труде и учебе, чтобы продолжить дело старших поколений. Джунай Мавлянов Заслуженный учитель Киргизской ССР, известный писатель республики. В 19 лет добровольцем ушел на фронт. После войны много сил отдал воспитанию подрастающего поколения. Он является автором романа-трилогии о киргизских учителях, о нелегком и благородном труде учителя. Тревожен мир, в котором мы сейчас живем. Вновь резко возросла агрессивность империализма, открыто провозгласившего новый крестовый поход против нашей страны, против социализма, против всего прогрессивного на Земле. То в одном, то в другом районе планеты вспыхивают зажженные врагами мира кровавые зорницы войн. Империалисты подталкивают человечество к новой мировой войне. Растить и умножать духовные силы советского человека. Вот главная задача сегодняшнего дня. Суровые и памятные уроки отечественной истории, запечатленные в произведениях художественной литературы, воспитывают одну из высших способностей человеческого духа, историческую память. Молодое поколение свято хранит завет отцов, крепить мир, ненавидеть войну. КОНЕЦ Вот такие они, солдаты Великой Отечественной, солдаты киргизской советской литературы. В защиту человека и человечности несут они в своем творчестве твердое слово художника, слово солдата. КОНЕЦ КОНЕЦ